Трэшовые истории про Яжимать от пользователей форума Reddit. Сатана нападает на Яжимать. Яжимать в раздевалке. Яжимать опросит поиграть с шарами. Яжимать против карантина. Яжимать против глухих сатанистов. Нога Яжиматери против Яжиматери. Стримы по CSGO и прокачка аккаунтов подписчиков на халяву, а также розыгрыш 100 долларов. Канал Мистер Биф совсем новый и ты успеешь стать алдом. И обязательно напиши, что ты от пост-обзора. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. Сатана нападает на Яжимать. Моя история будет не очень длинной, однако это самое веселое, что со мной когда-либо происходило. Произошло все во время Хэллоуина. Мне тогда было 21 и я торопилась на вечеринку в честь этого праздника. И вот я уже почти дошла до места назначения. Но тут мне позвонил мой товарищ и сказал, что у нас не хватает закусок. Поэтому нужно зайти в супермаркет и купить чейпсов и прочих вредностей. А теперь самое интересное. Так как вечеринка костюмированная, в этот момент я была одета в костюм сатаны. Так задумывалась, по крайней мере. Пластиковые рога, специальные линзы, имитирующие жуткие глаза. Красное платье, а на спине была надпись «Сатана». Да, я получила в этот день много комплиментов. Итак, нужные закуски я положила в тележку и уже направилась к кассе, как за мной увязалась женщина с ребенком. Срамота, фу, ты куда вышла в таком виде, девка? Женщина, не нужно портить праздник, пожалуйста, не трогайте меня. Это я порчу праздник? Это ты вырядилась как сатана и пугаешь моего ребенка. Тебе не стыдно? Что-то я не наблюдаю испуганных глаз. Он спокойно играет своей машинкой и даже не смотрит на меня. Не обостряйте. Ты понимаешь, что это опасно так выряжаться? А вдруг моему ребенку понравится твой наряд и он захочет стать сатаной? А вдруг в него вселятся бесы из-за тебя? Ты об этом подумала? Ты мне будешь изгонять дьявола? Что-то я сомневаюсь. Сатана изгоняет дьявола из маленького мальчика. Какая бурная у вас фантазия. Ты мне еще поумничай. Снимай платье быстро, не порть мне ребенка. Вы хотите, чтобы я прямо здесь это сделала? Что ж, почему бы и нет? И я начинаю растягивать молнию. Конечно, в приличных пределах. Какой кошмар, фу, помогите, сатана нападает. С этими словами она оставляет покупки в корзине, хватает за руку ребенка и убегает из супермаркета. Мне не оставалось ничего делать, кроме как оплатить закуски и с хорошим настроением отправиться на вечеринку. Я же мать в раздевалке. Моя история приключилась со мной, когда я еще была подростком и занималась плаванием. Поскольку бассейн находился в моем маленьком и бедном городке, сам он особо не отличался. Там была лишь одна раздевалка, в которую люди заходили поочередно и переодевались. Поскольку я занималась во вторую смену и занятия заканчивались ближе к вечеру, за нами приходили родители. В тот день к нам в группу как раз поступила новенькая. Она не была слишком общительной и с самого начала показалась всем странной. Но никто особого внимания этому не придал. Теперь же перейдем к концу занятий. Уже потемнело, до конца оставалось пару минут. Тренер сказал, что мы все свободны и что мы можем занимать очередь перед раздевалкой. Из всей цепочки я была второй, а та новенькая была третьей. Первый же человек уже был в раздевалке. Тут-то все и начинается. Пока в очереди я общалась со своей мамой, которая стояла возле меня, ко мне подходит какая-то женщина и просит уступить ее дочери очередь, чтобы они побыстрее закончили и поехали домой. Мол, у нее был сложный рабочий день. Моя мама не терпит такого и вежливо сказала, «Мэм, у нас тут у всех был трудный день». Как бы намекая, что ей никто ничего не уступит. Тем более речь шла о десяти минутах, которые не так уж и трудно выждать в очереди. Однако та женщина была настойчива. «Я уверена, что у меня день выдался труднее. Я проработала целую смену в офисе». «И что, я тоже сегодня проработала целую смену», сказала моя мама, и за нее вступились знакомые родители других детей, бывших рядом. Они ничего не говорили, но поддакивали и смотрели на яжемать с осуждающим взглядом. По-видимому, ее это вывело из себя, поэтому она стала более агрессивной. «Не буду врать, я уже не вспомню, что она говорила, но явно что-то в духе. Вы не понимаете, мне важнее». Ну, знаете, распространенная тема среди яжа людей. В какой-то момент наш тренер заинтересовался конфликтом и подошел к нам, чтобы узнать, в чем дело. Мы ему все объяснили, и он вежливо попросил яжемать дождаться своей очереди. «Но у меня был трудный день. Мне надо поскорее забрать свою дочь». «Я уверен, что у всех людей тут был сегодня трудный день. Не усложняйте его хотя бы вы. Тут как раз выходит человек из раздевалки, и тренер мне говорит идти вперед. Я так и делаю. Захожу внутрь раздевалки и начинаю переодеваться. Я слышала какой-то диалог на повышенных тонах за дверью, но не разобрала слов. Когда я закончила переодеваться, я вышла из раздевалки и вдруг вспомнила, что забыла свой рюкзак. Хотела я вернуться, как меня чуть ли не сбивают с ног. Яжемать и ее дочь и залетают внутрь, сразу запирая за собой дверь. Я стучу им, говорю, что забыла свой рюкзак, а оттуда в ответ слышу крик «Мне плевать, сейчас наша очередь». Все люди в очереди были просто в шоке. А у меня и моей мамы были лица, говорящие о том, что они кому-то что-то хотят сломать. Тренер приказал им выйти, говоря о том, что они не имеют права заходить в раздевалку, пока там есть чьи-то чужие вещи. Но в ответ его лишь послали собирать гривы в Сибири. Тренер пошел за охраной бассейна, а нам ничего не оставалось, кроме как ждать, когда они закончат. Я и моя мама лишь надеялись, что эта негодяйка не украдет ничего из моего рюкзака, ведь у меня там как раз был телефон, какие-то карманные деньги и дальше по мелочи. И вот настал тот момент, когда она выходит из раздевалки вместе со своей дочкой. Они сразу же спешат к выходу, но моя мама просит их остановить, пока я не проверю, на месте ли все мои вещи. Охранник просит ежемать остановиться, но был проигнорирован. Тогда он подбегает к двери и блокирует выход, перегородив его собой. Тогда у нее начинается истерика, и ежемать начинает что-то орать, а потом смотрит на мою мать и говорит, «Это все ты виновата, и твоя дочь тоже», после чего смотрит на меня, подходит и толкает меня с такой силой, что я падаю. Тут и у моей мамы сдали нервы, она тоже толкает ежемать так, что та пролетела на метра полтора назад, а потом села. Тренер сразу же вмешался и сказал, чтобы никто не делал глупостей. Признаюсь, у меня тоже горела задница, и мне хотелось той женщине приложить, Но я взяла себя в руки, молча вошла в раздевалку, посмотрела, все ли на месте, и благо, ежематери хватило ума ничего не красть. Я вышла, сказала, что все на месте, и охранник отпустил ежемать. Напоследок она попыталась плюнуть в него, но промахнулась. Ежебатя просит поиграть с шарами После того, как я переехала в другой штат, мне по знакомству предложили поработать в физиотерапевтическом зале на стойке регистрации. Я согласилась, и с тех пор до сих пор работаю там, из-за хорошего коллектива и, на удивление, нормальной зарплаты. Обычно у нас не случается ничего такого, что можно было бы приписать к я же родителям. Но один случай на моей памяти все же есть. Это был обычный рабочий день. Стоит отметить, что к нам регулярно ходила женщина, которая восстанавливалась после тяжелой операции. Она всегда приходила одна, но в тот день пришла вместе со своим мужем и четырехлетним сыном. Видимо, у мужа тогда было выходное, но это не суть важно, ведь часто семьи пациентов приходят на занятия к своим родным, чтобы посмотреть и поддержать их во время процесса. Но как только они вошли, ребенок сразу же увидел фитнес-шары, закричал «Шарики, шарики, шарики!» и побежал к ним, начав их расталкивать по всему залу. Я подошла к отцу мальчика и попросила увезти своего сына от инструментов физиотерапии, но тот возразил «Зачем? Он же никому не мешает!» Я не успела ничего сказать, как его жена сказала ему с нами не спорить. Он фыркнул и сказал «Ладно». Взял сына за руку и оттащил от шару. Однако у мальчика началась истерика, и весь физиотерапевтический зал наполнил крик сатаны. Я только закончила ставить шары на место, как мне пришлось еще раз подойти к мужу нашей пациентки и попросить успокоить ребенка. «Да ладно вам, ну позвольте ему поиграть с шарами!» «Нет, извините, он устраивает беспорядок!» «Но...» Просто возьми его на колени, сядь у регистрационной стойки и поговори с ним о чем-то. Ему не осталось ничего, кроме как так и сделать, но истерика ребенка не прекращалась. Мне вновь пришлось подойти к нему и попросить подождать снаружи. Он что-то начал возражать, так как ему, видимо, не нравилось, когда говорили, что делать. Но жена опять вмешалась. «Боже, не будь глупым маленьким ребенком, делай то, что тебе говорят!» После чего ему опять ничего не осталось, кроме как покинуть физиотерапевтический зал. Позже женщина извинилась за своего мужа и сказала, что он специально не брал никаких игрушек, так как думал, что и у нас их найдется полно. И, кстати, больше он к нам не приходил. Я же мать против карантина. Всем привет! Это произошло в начале эпидемии 2020 года. Тогда, по указам Министерства здравоохранения, в моей стране ресторанам пришлось ограничить количество столиков. Тогда же мы с друзьями договорились посетить один из заведений, и совпало так, что нас было трое, и мест в ресторане осталось три. Мы сели за стол, заказали еду и беседовали о том, о сем, ожидая своего заказа. Тут в ресторан заходит женщина и четверо ее детей. К ней подходит официант и говорит, что мест нет, и ей надо выйти. Что? Как это нет мест? Вон же столы пустые стоят. Эти места недоступны из-за эпидемии. Ха, из-за этого не беспокойтесь, у нас нет вируса. Мне жаль, но я все равно не могу вас пустить за стол. Но мои дети хотят есть. Извините, но как бы вы ни просили, я не смогу вам позволить сесть за столик. Вы не понимаете, я не прошу, я приказываю, я клиент, я права, вы должны меня слушать. Министерство здравоохранения стоит выше клиента, поэтому нет. Да? Но тогда я требовала вашего менеджера. Официант улыбается и говорит, конечно. После чего уходит на кухню и возвращается с шеф-поваром, который по совместительству и был менеджером. Могу ли я вам чем-то помочь? Этот официант не хочет меня пускать за столик. Мои дети голодные, а он говорит про какое-то социальное дистанцирование. Эти столы действительно закрыты и не обслуживаются. Если хотите, можете подождать, пока обслуживаемые места станут свободными. Так, ладно, допустим. Ну а сколько ждать надо? Около 20 минут. И я же мать начинает задыхаться, подходит ко мне и моим друзьям и говорит. Уступите нам свои места, не видите, что я с ребенком. Но мы еще не закончили. И что, не спорьте со старшими. Но нас трое, вас пятеро, а мест в ресторане и так уже нет. Он прав, вам следует покинуть наше заведение, раз вы не можете соблюдать его правила. Вообще-то, я постоянный клиент вашего ресторана, точнее была им. Больше к вам не на огонь. После того обслуживания на порог не ступлю. Менеджер ничего не ответил, но по его лицу было видно слова. Одним меньше, одним больше. После этого я же мать гневно развернулась, позвала детей и ушла из ресторана. А нам дали скидку в 15% за предоставленные неудобства. Я же мать против глухих сатанистов. Начну сразу с персонажей. Я же мать, это я же мать. Я же ребенок, ее ребенок. Папа, это мой папа. Перейдем к истории. Мои родители глухие и используют язык жестов. Как-то раз мы зашли в кафе, и я осматривал все вокруг. Прогуливаясь между столами, увидел ребенка лет четырех. Он смотрел в нашу сторону и что-то сказал своей маме. Мама, почему эти люди машут руками? И начинает повторять за моими родителями. Я же мать подходит к нашему столу и сразу же начинает кричать. Почему вы обучаете моего ребенка сатанинским символам? У моего отца есть устройство, что позволяет слышать, а также разговаривать с людьми, кто не знает и не понимает язык жестов. Мы говорим на языке жестов. Мне плевать, что ты говоришь, твои сатанинские обряды тут неуместные. Мой отец импульсивный человек и легко злится, особенно когда к нему пристают, но все же старается сдерживаться. Следите за своим языком, дамочка. Мы люди, которые не могут разговаривать на вашем привычном языке. Нам и так трудно живется, а из-за таких недалеких людей, как вы, нам приходится чувствовать дискомфорт. А еще вы напугали моего ребенка, так что прошу отойти от нашего столика и дать насладиться этим чудесным ужином. Фу, сатанист! От таких, как ты, лучше держаться подальше. Надеюсь, молния Господня ударит тебе в твою нечестивую голову. Ты глухой, потому что показываешь сатанинские движения. И тут происходит момент, когда сотрудники кафе вызывают службу безопасности, и яжемать выводят из заведения, а нам подают бесплатный ужин. Нога яжематери против яжематери Один мой бывший коллега рассказал мне эту историю около двух лет назад, когда он работал в Геймстоп. Это был последний час его смены. Он за кассой, а перед ним очередь из пяти-четырех людей, покупающих свои вещи. Вдруг в магазин врывается яжемать. Она оглядывается вокруг и все время смотрит на него оценивающим взглядом. Даже доля омерзительности в ней промелькнула. Он не особо обращает на это внимание, потому что, работая там, имел дело с самыми разными клиентами. Затем она берет игру с полки, подходит на кассу, минуя очередь, бросает игру и говорит, «Я хочу купить это для своего сына». Он, немного удивленный случившимся, говорит, «Вам нужно пройти в конец очереди, это не займет много времени». Она начинает краснеть, а люди позади уже раздражаются. «Нет, я не собираюсь стоять в очереди, зови менеджера сюда, отребье». «Менеджера здесь нет, пожалуйста, пройдите в конец очереди». «Как можно спокойнее», говорит Кларк. Затем ежемать бросает игру прямо на пол магазина, идет к двери, поворачивается к нему и всем в очереди кричит. «Я больше никогда сюда не приду, и вам всем не следует тратить время на покупку чего-либо у этой обезьяны. И вообще, езжай на родину, тебе там и место, понаехали к нам в страну и еще свои права качают». Все в магазине были потрясены. Мамашка вылетела из магазина и все бы ничего, только она поднялась примерно на 40 футов и споткнулась об собственную ногу, упав прямо в лужу. Все смеялись над ней, когда это произошло. Я против Дня Матери Вы можете спросить, как так можно говорить, как можно ненавидеть День Матери, ведь мама – это самое святое и самый близкий тебе человек. Но я скажу нет, я ненавижу свою мать. Уже как-то писал несколько рассказов о ней, и этот не будет исключением. Моя мать – самый отвратительный и эгоистичный человек. Линда, для меня как мама она больше не существует. Часто хлопала дверью, когда злилась. Но если бы это делал я, то без суда и следствия меня наказали бы за то, что я слишком громкий и не проявляю уважения. У меня не было даже собственного мнения, а если я его высказывал, то кроме лица, у меня болело еще и все тело. Она говорила, что я неблагодарное создание, ведь она вырастила меня и воспитала. Однажды она вновь меня обидела, и я просто ушел в свою комнату. Я плакал, мне было очень больно от ежедневных пыток с ее стороны. Я лежал на диване спиной к двери, и вдруг услышал, как она раскрылась, а перед этим топот шагов Линды. Войдя в мою комнату, она с криком спросила. «Какого черта ты плачешь? Ты девочка? Не позорься и перестань меня огорчать!» От неожиданности я подпрыгнул с дивана и замер, не зная, что ей сказать. Но я точно знал, что лучше не говорить, что плачу из-за нее. Простояв так секунд десять, Линда фыркнула и сказала, что я ничтожество и ее горе в семье. Вновь ударив меня по лицу, она вышла из моей комнаты, а я продолжал плакать, но уже закрыв рот и не издавая звука. Когда мне исполнилось двенадцать, я наконец стал достаточно взрослым, чтобы хоть как-то защищаться физически. Когда Линда попыталась дать мне пощечину, я дернулся в сторону, и вместо этого она ударилась ладонью об мою руку. Я похлопал ее по плечу и посмотрел на нее. Она была в шоке. Это была моя первая возможность, хоть как-то противостоять ей. После этого все изменилось. Она стала меня бояться и начала еще сильнее надо мной глумиться, хоть я ей и ничего плохого не желал. Рукоприкладство сошло на нет, а вот словесное и эмоциональное оскорбление исходили из ее уст ежедневно. Она даже деньги воровала, что выплачивались лично мне из-за потери отца. Став умнее и немного взрослее, я догадался открыть свой счет в банке, не без проблем, но смог. С тех пор я начал многое понимать, видеть и анализировать. Я был закрыт в семье, поэтому многое время я уделял своим чувствам, поступкам за день и о том, кто я. У меня ужасное социальное беспокойство и проблемы с доверием. Я принимаю небольшую горсть таблеток каждый день, чтобы контролировать свое расстройство. Мне сказали, что у меня посттравматический стресс из-за моей матери. Я долгое время находился на терапии. Найти работу очень сложно. Любое общение с человеком вызывает у меня стресс, а порой и припадки. Знакомство с девушками я всегда обходил стороной. Когда со мной хотела познакомиться какая-либо дама, я впадал в немоту. Не мог сказать и слово, становилось стыдно и неприятно. Я оборвал все контакты со своей семьей пять лет назад. Но каждый год примерно в это время, когда я выхожу из дома, я везде вижу рекламу Дня Матери. Это напоминает, как мне приходилось дарить Линде подарок и открытку. Улыбаться и притворяться, что она замечательная мать. Только чтобы на меня не кричали, не били и не унижали. Я старался сделать что-то приятное на День Матери, надеясь, что это переубедит ее так обращаться со мной. Но попытки тщетны. Наверное, все дети любят свой день рождения. Представляют, как и где его проведут, составляют список гостей и каждый год в предкушении своего заветного подарка. Так вот, у меня его не было. Вместо праздника для меня это был еще один праздник для Линды. Ведь это день, когда она меня родила. И считают, что это огромный поступок с ее стороны. И так в моей жизни появился еще один День Матери. Теперь свой день рождения я ненавижу. И никогда не праздную. Я лишь свыкаюсь с тем возрастом, что пришел в этом году и все. Всем хорошим матерям, которые правильно относятся к своим детям, обнимают их и любят, когда им грустно. Которые учат их, как правильно выражать свой гнев, как правильно за себя постоять и выразить точку зрения. Которые готовы помочь своим детям и показать им, что такое настоящая любовь, доверие и счастье. И тем, которые помогут стать личностью для этого безжалостного мира. Спасибо! Я же мать против жилетки. Вот небольшая предыстория. Я очень маленький, 4 фута. Мне 19 лет. Одеваюсь в стиле Эмма Готика. Все, что вам нужно знать, это то, что в тот день на мне была комбинация жилета и толстовки с шипами, на которые были вышиты розы. В ролях я же мать, хороший ребенок, я. Итак, я поехал на автобусе на встречу с друзьями. Время было примерно 15.40. Я без проблем запрыгнул в автобус и он, как обычно, был пуст. Сидел в передней части и слушал музыку в телефоне. Все было хорошо, до следующей остановки. Заходит мать и ее ребенок. Малышу было около 5 лет. Он запрыгнул в автобус раньше мамы и, проходя мимо меня, сделал комплимент. Хороший пиджак! Спасибо! Затем ребенок бежит по автобусу и останавливается на дорожке. Мать следует за своим сыном и, когда она входит, замечает меня впереди. Она останавливается, смотрит на меня с ног до головы, оценивающим взглядом и говорит «Ты не должен ехать в автобусе в такой одежде!» «Что? Ты пугаешь детей, одеваясь в такую одежду!» Что самое смешное после таких слов, это то, что я зарабатываю на жизнь няней. И детям нравятся такие вещи. И я, вероятно, наименее опасный человек, которого вы когда-либо видели, поскольку я сказал, что рост там не вышел еще с детства. Я молчу, но я же мать даже не думает угомониться. «Ты немедленно должен сесть на задние места в автобусе и не высовываться, чтобы дети тебя не видели!» Ее сын начал бегать из одной части автобуса в другую и смеяться. Я же мамка слышит его смех, но говорит следующее. «Смотри, ты заставил моего ребенка плакать из-за своей куртки!» Сказать, что я был в шоке, это ничего не сказать. Честно, я словил испанский стыд, но, будучи воспитанным человеком, я ответил спокойным и невосклицающим голосом. «Странно, ведь ваш сын сказал, что ему нравится моя куртка!» Ее же мать все еще никак не угомонится, и то, что она сказала потом, заставило мое терпение лопнуть. А мой внутренний мир сменился со спокойного и гармоничного на пылающее жерло вулкана. «И вообще, молодому человеку нельзя так одеваться, этот наряд неэлегантный, пугает детей, да и ты в нем выглядишь как сатана!» «Держать все в себе я не смог, воспитания никакого, ровно так же, как и уважения. Как ты посмела говорить мне, как одеваться, как будто ты имеешь право указывать, что надеть другим людям? Прежде чем критиковать и советовать, как одеваться, посмотри, что на тебе. Твое платье вызывает рвотный позыв от одного только вида. Макияж а-ля мне уже сто, но я не могу с этим смириться. Иди к черту, чудище лесное!» Я же мамка от шока схватила ребенка и вышла на следующей остановке. Я выгнала я же мать на улицу. Мой отец – единственный член семьи, с которым у меня близкие отношения, так как только он понимает мой выбор остаться без детей и сосредоточиться на карьере и путешествиях. Что касается мачехи, сводного брата и его жены, дяди, тети и двоюродных братьев и всех сестер, все они устроили ад за мой образ жизни. Мне сейчас около 30, и начиная с 20 лет они начали приставать, чтобы я вышла замуж, желательно за мужчину, которого выбрал для меня отец. Все они твердят одно и то же. «Ты же женщина! Ты должна рожать и следить за домом! Никто тебе такую не полюбит! Ты весьма ветрена и нестабильна!» Около 4 лет назад они мне окончательно надоели, и я решила игнорировать их звонки и сообщения. Я только поддерживала контакт со своим двоюродным братом, потому что он был не таким ужасным, как другие. Я никогда не была близка с этими людьми с самого начала, так что это было несложно. Некоторое время они приставали к моему отцу, чтобы заставить его поставить свою дочь в очередь, но он закрыл их рты, сказав, что это моя жизнь, мои решения. В то время, когда произошел этот инцидент, в моей большой семье возник кризис, который непосредственно затронул моего отца. Не хочу вдаваться в подробности, но это заставило меня снова общаться с этими людьми. Итак, сестра моей мачехи, ее муж, их сын-подросток вместе с их взрослым сыном, его жена и их малыш приехали в наш город, чтобы обсудить дела. Мы с папой решили, что можем поболтать у меня дома, так как он недалеко от аэропорта. Так что все эти люди вместе с моим отцом, мачехой, сводным братом и сестренкой по закону и их ребенком находятся у меня дома. Мы все поужинали и долго обсуждали этот вопрос. Однако для меня это было настоящей пыткой, поскольку мне приходилось постоянно отчитывать малышку, внучатую племянницу мачехи, когда она пыталась схватить мою кошку или собаку, чтобы визжать на них, как сирена. Я попросила ее родителей вмешаться, но они просто посмеялись. Мои домашние животные очень хорошо воспитаны, но они не привыкли находиться рядом с детьми, особенно если это надоедливые девчонки, родители которых отказываются их дисциплинировать. Как только обсуждение закончилось, сестра мачехи спрашивает, какая спалень была им. Я была немного застегнута врасплох и спросила ее, что она имеет в виду. Вмешался ее муж и попросил, скорее потребовал, чтобы я подготовила две спальни для их семьи. Мы будем здесь ночевать, да и завтрак лучше подавать к 8 утра, так как мы не хотим опаздывать на рейс. Он сказал это с деловитостью бывалого паразита. Жуткий тип и такой же отвратительный. Это был мой переломный момент. Я ни разу не дала понять, что они останутся у меня. Я просто однажды предложила устроить им ужин. Вот и все. Даже мой отец был в шоке. Я сказала им прямо, что я не позволю им ночевать. Кроме того, как, черт возьми, им вообще пришла в голову эта нелепая идея. После заявленных мною слов, мачеха на меня здорово рассердилась. Но она больше не разговаривает со мной напрямую, поэтому начала спрашивать моего отца. Почему его дочь не хочет разместить членов семьи в своем доме на одну ночь? Как она может быть такой эгоистичной? И как назло, ребенок моего сводного брата выбрал именно этот момент, чтобы начать рыдать. Спасибо, малыш. Я твердым и непокорным голосом сказала всем, что мы обсудили то, что должны были обсудить, и им пора уходить. Мачеха и ее сестра вышли ворча что-то там себе под нос. Все остальные последовали за ними. Я же мать против прав. В ролях. Я же мать. Я. Моя мама. Сотрудник АЗС. Я в том возрасте, когда мне разрешено водить машину. У меня есть права, которые позволяют управлять автомобилем, если со мной едет родитель. Несколько дней назад мы с мамой пошли в магазин. После этого нам нужно было заехать на заправку. Когда я был в очереди, чтобы заплатить за бензин, передо мной стояла женщина средних лет. Я смотрел в окно, но видел, как она неоднократно оглядывалась на меня, прикидывая то ли мой возраст, то ли мой внешний вид, не знаю. Но вдруг она обратилась ко мне. Ты уже умеешь водить автомобиль? Ну да. Ты еще не выглядишь достаточно взрослым, чтобы водить машину. А я думаю, это не ваше дело, тем более ваша очередь подошла, оплатите и не задерживайте остальных людей. Затем я же мать покинула заправочную станцию, я заплатил за бензин и вышел на улицу. Но безумная мамашка ждала. Покажите мне свои водительские права или я позвоню в полицию. Хорошо, вызывайте. Она явно не ожидала такого ответа. Ее удивление надо было видеть. Глаза растянуты на все лицо, ноздри расширены, а дыхание учащается с каждой секундой. Хорошо, я вызываю. Я требую, чтобы вы показали мне ваши водительские права. На этом этапе нашего разговора вышел сотрудник АЗС и спросил, все в порядке? Этот молодой человек водит автомобиль с фальшивыми правами. Вы разве слепые тут все? Извините, но могу я посмотреть ваши документы? Я, недолго думая, показал свою лицензию. Он взял ее, посмотрел на меня, повернулся к дамочке и сказал, Мэм, все в порядке, этому молодому человеку разрешено управлять автомобилем, если присутствует один из родителей. Такого не бывает, вы все лжути и придумываете на ходу, дайте мне. Я же мать вырывает из рук лицензию и уходит, крича вслед. Я дам это своему сыну, он этого заслуживает больше. Тут выходит моя мама, она покупала сэндвичи нам в дорогу до дома. Видит всю эту картину и бежит к этой ненормальной. Но торопиться не нужно было, тут появился полицейский, который после своей долгой смены ехал домой и решил так же, как и мы, заправиться. Он все видел и слышал. Мы, конечно, не стали писать заявление, ей выдвинули только предупреждение, да и все. А мы спокойно поехали домой, кушая сэндвичи по пути.